Игнатий Тихонович, вот те же люди говорят, что вы против постов. Постов? Да, против постов. Хотя я знаю, что строже, чем вы посты, никто еще не видел, чтобы соблюдали и других учили соблюдать. Я ничего не могу. Я начальник детского лагеря, уже в новом формате, 48 лет. И ни разу не нарушили пост. Притом у меня к Киевному православию, я по большому уставу все выписал. Большой устав, в котором Россия жила, а не то, что сегодня придумывают. Не положено растительное масло, его у нас нет. Алкоголь, хотя вино разрешается, мы в рот не берем, который мы, вот, знаю, близкие мне люди. А то говорят другие, это там, ну, по уставу, что разрешено, да, может там, сколько-то грамм. Я посты соблюдаю так, как написано, тщательно. И посты не нарушал ни в армии, ни в тюрьме, ни в лагере. Нигде. А там нельзя было по-другому. Да, главное, это знали в тюрьме. И когда благовещение было, открывается маленькая раньше кормушка, в которую подают-то. Идите сюда на меня. А там заключенные, уже договорились, а им от которой баландер не против-то. Селедки хорошие наварили, целое блюдо мне сюда подали. Чтоб только пролезло. Ну, я, конечно, камеру всю и угостил. Они даже знали. А вы кому-нибудь хоть раз посоветовали нарушить пост в жизни? Если он не постится, я сразу ему говорю, два года от учения от церкви. Как я мог это сказать? Это главное оружие, пост и молитва. Только монахи могли придумать дороже поста и молитвы. Послушание ави. Я эту проповедь говорил в Тбилиси. Да монахи как, заиграли, но при мне они не посмели, когда вышел. Я говорю, это главное оружие против дьявола. Все роды сгоняются постом и молитвой. А какой-то ава там. При чем тут ава? Главное оружие сатана у вас выбил из рук. А кто? Вы выбили его. Дороже главное. Выходит поста и молитвы, может не быть. Главное слушается старика. С ума посходили. То есть у вас дети в детском лагере, что они тоже пост держали? Все, строжайше. Никогда не было, чтоб по-другому было. Никогда. Что доказывать-то? А это тысячи детей научились. Как сидеть за столом. В левой руке кусочек хлеба. Вы знаете, правым ложку поставил. Нигде не наклоняться за край стола. Ложкой полбу получишь. У меня профессор, у меня разницы нет. Академики сидят. Я по столу как брякнул. Так что детям полбу были? За 48 лет ни одного не ударил. Но по столу стукнул, чтобы дрогнет, отшатнется, сидит как надо. Крошкой хлеба никак. Залезать в чашку. За 48 лет, почти 50 лет, не вылили, не доедены ни одной миски. А если он не успел, после доез. Но за наказание пустую миску будет носить до следующего обеда. И он ходит с чашкой. Я ему привяжу память. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...